Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто» о событии и происшествии Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Тело мужчины, который спрыгнул с моста в Жлобинском районе, нашли рыбаки. Назначена судебная медицинская экспертиза. Угнал автомобиль и оставил на месте преступления свой мобильник. В лове мужчина забыл на сиденье краденого авто свой гаджет. Назначена судебная медицинская экспертиза по телам погибших в ДТП, которое произошло в Ветковском районе. Визуально установить личности водителей пассажира не удалось. Более 42 тысяч экспертиз за год. Гомельская область удерживает лидерство по количеству проведенных исследований. Как судебным экспертам удается держать планку, выясняла Вероника Гомзюкова. О работе ведомства и его новых возможностях поговорим с начальником управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Иваном Сысой. А также подборка происшествий, которые попали в объективы камер наружного наблюдения, авторегистраторов и мобильных телефонов со всего мира в рубрике «Я очевидец». Оставайтесь на Беларусь 4. Начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. 17 апреля около половины девятого вечера 20-летний бесправник двигался на мотоцикле «Иш» без мотошлема по улице Мира в агрогородке Холмич Реческого района. В какой-то момент, не исправившись с управлением, он совершил столкновение с автомобилем «Рено». В результате ДТП мотоциклист получил травмы, с которыми госпитализирован в травматологическое отделение Реческой больницы. Судебные эксперты приступили к проведению экспертизы по установлению личностей двоих погибших в ДТП под веткой, где перевернулся и сгорел автомобиль. Напомним, в ночь с 20 на 21 апреля на 45-м километре автодороги Гомель-Ветка-Чечерск-Ямная водитель автомобиля «Фольксваген-Пассад» не справился с управлением, съехал в кювет, врезался в дерево, отчего его машина загорелась. Тела водителя и пассажира сильно обгорели. По одной из версий, за рулем мог находиться владелец авто, 58-летний житель города Ветки. Граждан, которые могли стать очевидцами ДТП или располагают сведениями о погибших, следователи просят сообщить об этом по телефонам, указанным на экране. В окрестностях Жлобина рыбаки обнаружили водителя утопленника, который месяц назад позвонил спасателям на линию 101 с сообщением о том, что собирается спрыгнуть с моста в реку Днепр. Работники МЧС и ОСВОДА провели обследование береговой линии, однако мужчину тогда не обнаружили. Утром в минувшую пятницу на участке реки Днепр от железнодорожного моста до карьера Вирски рыбаки увидели труп. В настоящее время по факту смерти человека проводится необходимое процессуальное действие. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На результат сработали водолазы ОСВОДА и в конце прошлой недели. В Жлобинском районе они нашли еще одного утонувшего мужчину, который в начале апреля ушел на рыбалку, но домой так и не вернулся. На берегу Днепра были найдены вещи рыбака, а в воде затонувшая лодка. Однако 36-летнего сельчанина тогда отыскать не удалось. В конце прошлой недели в 10 километрах ниже по течению сотрудники ОСВОД нашли его тело. Угнал авто, чтобы доехать домой, оставил в машине свой мобильник. Находясь под шофе, житель Лоева воспользовался незапертым опелем, проехал на нем 20 метров и бросил неподалеку от места угона. После того, как сестра хозяина заявила об этом в милицию, воришку удалось вычислить по горячим следам. Конечно, если бы он оставил на месте преступления паспорт, личность нарушителя установили бы сразу. А так оперативникам понадобилось около 20 минут. В общем, взяли угонщика с поличным. Он рассказал, что перепутал автомобиль с машиной друга. А когда осмотрелся и понял, что иномарка не его, остановился, заглушил двигатель и покинул авто. К слову, на момент угона двери опеля были открыты, а ключи торчали в замке зажигания. В период стремительного развития цифровой экономики и глобальной информатизации общество столкнулось с очень серьезной и злободневной проблемой – мошенничеством в интернете. Только за последнюю неделю в области зарегистрировано 10 подобных случаев. Средства массовой информации, банки и правоохранительные органы регулярно рассказывают о мерах предосторожности и способах защиты от интернет-мошенничеств. Тем не менее, жертв не становится меньше. В Чичарском районе женщина, похоронившая брата, думала, что платит деньги за снятие родового проклятия сильной целительницы. А в итоге под маской мошенницы скрывался друг семьи. Прекратить бесполезные траты и изобличить мошенника помог приехавший из Москвы родственник. Как поделились информации в Управлении внутренних дел, через некоторое время после трагедии в социальные сети сестре умершего пришло сообщение от незнакомки, которая уверяла, что покойник очень страдает и мечется между небом и землей. Также сообщалось в переписке, что на их семью наложено родовое проклятие. И, не считаясь со временем и потраченными силами, незнакомка практически задаром готова помочь решить эту проблему. Правда, необходимо все же было немного потратиться на покупку необходимых материалов, свечей и соответствующего реквизита. При этом интернет-целительница устраивала даже сеансы общения с духом умершего за 20-25 рублей. Самый главный обряд, который должен был длиться около 10 дней, она предлагала провести за 200 рублей. Номер банковской карточки для перечисления средств прилагался. В процессе работы целительница действовала весьма профессионально. Называла факты, которые знать мог только погибший. Поверив незнакомке, родственники умершего перечисли необходимые деньги. Каждый день они получали отчет о том, как идет процесс. Им также предлагали все новые и новые услуги. Например, по акции, в кавычках, всего за 6 рублей, а не 20, можно было просканировать будущее человека по его фотографии. Были предложены и другие сервисы. В общей сложности сестра и мать умершего отдали интернет-целительнице 350 рублей. Развитию событий помешал приехавший из Москвы родственник. Узнав о переписке и перечисленных суммах, он сразу позвонил в милицию. Уже на следующий день правоохранители выяснили, что под маской целительницы скрывался 27-летний житель Чечерска, друг погибшего. Зная все детали жизни семьи и родственников, он успешно водил убитых горем женщин за нос. В отношении него возбуждено уголовное дело. В милиции пояснили, что преступники пользуются чаще всего такими социальными сетями, как Одноклассники или ВКонтакте, и что мошенникам в наши дни не нужно проводить сложные технические мероприятия для получения доступа к персональным данным. Люди охотно делятся ими сами, размещая детальные сведения о себе в анкетах и доверяя их тысячам людей. Словомышленники незаконно используют учетные записи третьих лиц, от имени которых осуществляют рассылку сообщений друзьям данных лиц с просьбой одолжить денежные средства, предоставляя реквизиты банковской карты, тем самым завладевая денежными средствами потерпевших. УВД Гомельского облсполкома рекомендует гражданам при поступлении аналогичных сообщений просьб связаться с реальным лицом, от которого поступает сообщение и уточнять у него действительно ли он нуждается в денежной помощи. При поступлении гражданам сообщение о выигрыше какого-либо имущества, хотя вы не участвовали в каком-либо розыгрыше, не стоит этому верить и вносить какие-либо деньги для получения последующего выигрыша. К сожалению, из-за технических особенностей такие преступления раскрыть крайне тяжело, поскольку их могут совершать дистанционно, как из соседнего подъезда, так и с другого конца планеты. На данный момент самая действенная защита от махинаций в интернете – человеческая бдительность. Ведь чем дальше будут развиваться технологии оплаты посредством интернета, тем более распространенными станут подобные преступления. Помните о том, что видео и аудиотрансляции, равно как и логины вашей сетевой переписки, могут быть сохранены злоумышленниками и впоследствии использованы в противоправных целях. Любой следователь скажет, чем больше объективных заключений экспертов в уголовном деле, тем увереннее можно принимать процессуальные решения. Вот почему при общем снижении уровня преступности число проводимых исследований на убыль не идет. Мало кто знает, но среди территориальных подразделений Гомельская область на протяжении вот уже нескольких лет удерживает лидерство по количеству выполняемых экспертиз. Подробнее об этом в репортаже нашего корреспондента Вероники Гомзюковой. За весь прошлый год судебные эксперты Гомельской области выполнили около 42 тысяч экспертиз. Из них более половины медицинские. Но регулярно здесь проводятся и химические. В этом помогает современное оборудование хроматомасспектрометр. В управлении по Гомельской области всего два таких устройства. Еще одно находится в Мозере. Эксперты из лаборатории в боевой готовности круглосуточно. Вызвать на работу их могут в любое время. В среднем анализ одного объекта занимает 40 минут. И в течение двух часов инициатор получает готовое заключение. Лаборатория нашего управления оснащена современным аналитическим оборудованием, которое позволяет в кратчайшие сроки определить весь спектр подконтрольных веществ, которые запрещены к распространению на территории Республики Беларусь. Например, милиция задержала двух человек, у которых обнаружили некое вещество. Время для изучения его состава ограничено. Судэксперт подготавливает материал, а затем хроматомасспектрометр проверяет и выдает формулу. Эксперты сверяют ее с теми, которые уже находятся в базе. Здесь работают на опережение. Формулы многих веществ в системе появляются практически сразу после выхода на рынок. В следующем году в этой лаборатории начнут работу эксперты-биологи, генетики и баллисты. Здесь установят самое современное оборудование. Например, бестеневые лампы с видеокамерами, которые будут фиксировать исследования. Еще одно ключевое направление деятельности экспертов – установление подлинности винномеров автомашин. У населения эта экспертиза самая востребованная. Только за три месяца этого года проведено около 200 таких экспертиз. Кстати, именно этот вид исследований помог в ромком деле, когда трое гомельчан на протяжении почти трех лет перегоняли элитные авто из России и продавали их белорусам. Они подделывали не только паспорта транспортных средств, но и переваривали винномера. Документы внешне не отличались от оригинала, в них были воспроизведены все основные красочные изображения, в том числе волокна и защитная сетка. При осмотре эксперты установили нечеткость цветопередачи и отдельных мелких элементов. Что касается винномеров, их вырезали из одной иномарки и вваривали в легализуемый автомобиль. Сомнений не возникало ни у кого, но эксперты и следователи успешно решили и эту задачу. По расследуемым уголовным делам назначается значительное количество различных экспертиз. Выводы экспертов сопоставляются следователями с иными доказательствами. Итогом такой работы является установление фактических обстоятельств совершенного преступления, изобличения виновных и привлечения их к уголовной ответственности. Отдельным успешным нововведением стала дружественная комната опроса для детей и подростков, которые стали свидетелями преступлений, либо потерпевшими. Таких комнат в структуре комитета всего две на территории нашей страны – в Центральном аппарате и в Гомеле. В областном центре она появилась в качестве эксперимента. Комната приняла первых посетителей в сентябре прошлого года. На данный момент здесь уже прошло более 30 дружественных бесед. Данная комната создана с целью опроса от детей, которые стали жертвами, либо стали свидетелями невольными совершенных преступлений. Она делается для того, чтобы произвести опрос ребенка на максимально ранней стадии для минимизации негативных последствий в будущем, чтобы этот опрос, который будет проводиться специалистами-психологами, и в последующем использовался правоохранительными органами для принятия определенных решений по делу. Общение здесь происходит так. Инициаторы – это следователи или милиционеры – составляют список вопросов и передают психологу. Специалист знакомится с ребенком и налаживает контакт. Затем они приходят сюда. В этой комнате ребенок может занимать любые положения. Давлению здесь нет места. Этика, безопасность и защита прав несовершеннолетнего – ключевые принципы работы. Здесь ведется видеонаблюдение и запись общения, которая затем передается правоохранителем. Незовершеннолетний общается лишь с психологом. Инициаторы могут задавать вопросы только через него. И здесь эксперт-психолог должен найти подход к ребенку. Бывает, что дети не сразу идут на контакт, потому что есть ситуации тяжелые, действительно, где требуется время, и никогда не можешь предугадать, сколько будет длиться этот опрос. Поэтому в каждом случае все индивидуально. Каждому ребенку есть подход. Если на начальном этапе второй, третий подход, то если ребенок категорически отказывается что-то говорить, мы не давим, но отпускаем ребенка домой. В ближайшее время в управлении комитета по Гомельской области появятся новые виды экспертиз – лингвистические и культурологические. В МОЗРе станут проводить товароведческие, компьютерно-технические, пожары и автотехнические экспертизы. В развитии не уступят и районные подразделения. Вероника Гамзюкова, Валерия Гопанько, Игорь Морищенко. Специально для программы «Де Факто». О работе судебных экспертов, их роли в правоохранительной системе, результатах деятельности и новых возможностях прямо сейчас в этой студии расскажет начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Иван Сыса. Иван Степанович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Разрешите от лица нашей телерадиокомпании поздравить судебных экспертов управления Госкомитета по Гомельской области с праздником, с профессиональным праздником, пожелать здоровья и успехов в нелегкой и важной деятельности. Спасибо, спасибо за добрые слова. Решите мне, пользуясь случаем, поздравить коллектив наших коллег с этим знаменательным днем. 22 апреля сего года исполнилось 7 лет комитету и управлению нашему в частности. Пожелать всего самого наилучшего, в первую очередь, профессионализма, успехов в работе. Ну и на сегодняшний день очень актуально здоровье и всегда 36,6. Хорошее пожелание. Иван Степанович, каковы итоги работы комитета за 2019 год? О чем можно говорить? Какие цифры привести в пример? В 2019 году эксперты управления довольно-таки напряженно работали. Я должен сказать, что по количеству поступивших и выполненных экспертиз мы являемся одними из лидерами в республике. Значит, нами выполнено около 42 тысяч экспертиз различной направленности. Основным видом экспертных исследований является, конечно, судебно-медицинская экспертиза. Они занимают в структуре всех экспертных исследований чуть более 60%. Значительное количество криминалистических экспертиз, ну и других видов технических экспертиз. Что может повлиять на достоверность исследований? Какие факторы и о чем нужно знать людям, которые к вам обращаются? В первую очередь на объективность заключения влияют это, конечно, люди. Профессионально подготовленные кадры. Я с гордостью могу сказать, что в управлении по Гомельской области и в районных отделах работают достаточно профессиональные люди, постоянно повышающие свой профессиональный уровень, которые имеют и высшие квалификационные категории, что очень немаловажно. Вторым фактором важнейшим является условие для работы, техническая, методологическая оснащенность экспертных подразделений. Я должен сказать, что комитетом эта работа проводится целенаправленно, очень углубленно. Мы своевременно получаем методологические материалы, новые методики, информационные письма, которые только совершенствуются в качественно лучшем уровне нашей работы. Естественно, что техническая оснащенность экспертной деятельности тоже имеет огромное значение. И на постоянной основе мы расширяем эту техническую оснащенность. Приобретаются самые современные технологические приборы, которые находятся на сегодняшний день во всем мире. Мы точно так же имеем такую технику, и хроматомаспектрометры, и другие довольно-таки дорогостоящие, но современные, дающие оперативно и объективно получить те ответы на вопросы, которые перед нами ставят. Знаю, что, возможно, появятся в ближайшем времени новые средства на вооружение у баллистов. Можете об этом рассказать? Баллистическая экспертиза довольно-таки востребована. Она делается в условиях строжайшего соблюдения техники безопасности, потому что мы имеем дело с оружием. Поэтому в настоящее время заканчивается ремонт и подготовка к использованию новой баллистической лаборатории у нас в управлении. Будет она находиться на улице Ландышева, 19. Там строится новый корпус, и в этом корпусе будет новая баллистическая лаборатория. Она будет отвечать самым современным требованиям, прежде всего, техники безопасности, условий для работы. И наполнена такой же новой техникой для того, чтобы безопасно и оперативно проводить те или иные виды исследований любого вида оружия, стрелкового, других газового оружия и так далее. Судя по тому, как оформлены кабинеты, у экспертов-баллистов это целая коллекция. Самое разное огнестрельное оружие, стрелковое, там можно встретить, в том числе и боеприпасы. О чем это говорит? О преемственности поколений? Естественно, накопленный опыт наших ветеранов, экспертов-профессионалов. Мы ни в коем случае не отбрасываем. Это подспорье для работы. Иными словами, зачем изобретать велосипед, если когда-то уже были проведены исследования, у нас есть в коллекции образцы. Мы только их сравниваем, получаем. Естественно, только положительно-объективный результат. У нас есть среди экспертов и экспертные династии. И не только мы унаследуем методики, технику, образцы, но еще и знания, опыт. Также и династии семейные. Потому что эта профессия довольно-таки интересная. Я бы сказал, очень мужская, связанная с оружием. Поэтому, конечно же, у нас это существует. В кабинетах у экспертов-болистов, если вы видели, огромная коллекция различных видов боеприпасов. Ну, тем более, коллекция вооружения, которая со времен, я не знаю, изобретения оружия. У нас различные виды оружия есть. Эта коллекция довольно-таки обширная. Нам помогает выполнять те или иные виды исследований. Одним из популярных видов исследований, как мне кажется, можно назвать генетические виды исследований, экспертиз. Как часто гомельчане обращаются к экспертам с просьбой об установлении отцовства? Обращаются ли женщины? Судить о том, насколько гомельчане только по количеству, значит, выполнят нами исследования, и судить трудно. Они могут обратиться в любое экспертное учреждение нашей страны. Но это довольно-таки востребованный вид. Все ли на вооружении у экспертов имеется, чтобы, опять же, экспертиза была достоверной? И только ли от них зависит результат, точность тестов? Технически мы оснащены полностью. В кадровом обеспечении у нас очень хорошие специалисты. Чтобы получить объективный результат, когда проводится исследование по инициативе родителей ребенка, мамы или папы, здесь следует отметить, что при обращении к нам только эксперт, и это лучше всего, если он возьмет образцы и у ребенка, и у одного из родителей, тогда мы обеспечим стопроцентную достоверность, принадлежность ребенка тому или иному родителю или наоборот. Незаконный оборот наркотиков. Какую роль, скажем, в противодействии этому явлению сегодня играет комитет госэкспертиз? Ну, я должен сказать, не в обиду правоохранительным органам, а без нашего заключения они просто не могут принять решение. Поэтому, естественно, только по заключению эксперта правоохранительные органы могут определить, что это за вещество, обнаруженное и изъятое ими, это наркотическое ли это вещество, либо психотропное вещество, то есть то, которое ограничено или запрещено в нашей стране. Я должен сказать, что комитетом республики создана база накопления образцов запрещенных психотропов и наркотиков, которая пополняется ежесуточно. То есть очень оперативно. Где-то в мире появился химический запрещенный препарат, тут же он появляется в нашей базе, тут же он появляется и у нас, и мы сравниваем любое изъятое вещество и тут же даем ответ, является ли оно наркотическим, либо психотропным. Правоохранители тогда быстро принимают решения, виновности, невиновности. Ну, я должен сказать, что не только в Гомеле проводятся такие исследования, уже не первый год они проводятся и в городе Мозырь, там тоже установлен современный аппарат. Без аппарата хроматомаспектрометра, но все-таки такие исследования проводятся еще и в Жлобине, и в Светлогорске. Поэтому потребность области в оперативном, качественном, объективном исследовании этих наркотических, либо психотропных средств у нас обеспечена в Гомельской области полностью и отвечает современным требованиям. Сегодня в криминальной среде набирает рост киберпреступности, часто в нее вовлекаются подростки. Можно ли сегодня, скажем так, проверить, провести какую-то компьютерную экспертизу их, мобильных устройств, тех же компьютеров, чтобы установить, чем занимается там ребенок в семье и все ли у него хорошо, интересуется ли он запрещенными какими-то темами? В управлении создан целый отдел, который занимается компьютерно-техническими экспертизами и экспертизами радиоэлектронных устройств. Естественно, львиную долю этих исследований мы выполняем по инициативе правоохранительных органов, но вместе с тем можем выполнять и на платной основе, если родители хотят установить, чем же занимается их ребенок, какие сайты посещает и тому подобные вопросы. Мы их решаем. Единственное, здесь необходимо отметить, что мы не имеем права нарушать права других лиц. У ребенка тоже есть права, поэтому родители, если и приходят к нам, то они приносят соответствующие документы, подтверждающие их право собственности на тот или иной радиоэлектронный элемент. Естественно, что мы такие исследования проводим. Я скажу более того, вы действительно правильно отметили, что потребность правоохранительной системы граждан возрастает, потому что количество гаджетов увеличивается с ними на верной скоростью и не только в мире, но и у нас. И это отдельный мир для ребенка, которым он может сокрыть какие-то свои влечения противозаконные, например? Совершенно верно. Для более оперативного выполнения данного вида исследований по нашей инициативе председателям комитета есть нам приказ о расширении штатной численности и введения в Мозорский межрайонный отдел двух экспертов-компьютерщиков, которые будут выполнять данные виды исследования. Они уже проходят обучение, я думаю, к концу года полноценно будут выполнять все виды исследований. Иван Степанович, я благодарю вас за конструктивный, содержательный разговор. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо и вам. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Не переключайтесь. В Шанхае четыре недостроенные высотки, которые простояли вдоль объездной дороги почти 20 лет, снесли за 15 секунд при помощи серии радиоуправляемых взрывов. Возведение этих домов затянулось почти на четверть века, так что их оказалось дешевле снести, чем достроить. На месте уничтоженных небоскребов возведут многофункциональный жилой комплекс. В провинции Сычуань на юго-западе Китая пассажир едва не задушил водителя такси своим пиджаком, чтобы не платить за проезд. Очумевшего клиента даже не смутил тот факт, что водитель – женщина. Он накинул на работницу службы извоза свой пиджак и стал сжимать ее шею руками, но женщина взяла рацию и смогла позвать на помощь коллег. Те быстро отреагировали, им удалось задержать нахального пассажира по горячим следам. Как оказалось, у того просто нечем было платить за проезд, и он решил убить водителя. Чудеса на виражах Только так и никак иначе можно назвать счастливый финал для разводчика молока и его пассажира. На трассе в горах их грузовик занесло на повороте, машина врезалась в отбойник, вошла в неуправляемый занос и прямиком в кювет. При этом по пути из салона выпал пассажир. На кадрах видно, что его чуть не придавило кузовом, но на мужчине не царапины. Встал себе после аварии и пошел. Судя по всему, отбил себе только ягодицу. А этот мужчина заснул на рабочем месте. Оплошность едва не стоила жизни водителю-погрузчика. Он наехал на складской стеллаж с продукцией, и тот рухнул с крохотом. Бедняга едва унес ноги. Правда, несколько коробок на него все же упали. Водителю автомобиля Hyundai не суждено было выполнить левый поворот. Как раз в тот момент, когда он собирался это сделать, в его авто на большой скорости врезалась Мазда. От удара у Hyundai оторвало переднюю часть – моторный отсек с передней парой колес и панелью приборов водителя. Хозяин, разорвавшийся пополам иномарки, остался жив, но с множественными травмами был госпитализирован. На сегодня все. Берегите себя. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин